а на ладоге хорошо так ну что снимаем получилось что так не очень хорошо шлифовать а это еще хуже он тоже точек ну чё мы здесь подрежу все кибель отрезаем излишки и так вклеиваем в паёвы брусочки для того чтобы потом когда это дело перевернул можно было крышку поставить сверху и опереть на что-то соответственно не хватает немножечко струбцин чтобы сразу приклеить все без кусочка как-то это дело делать снимаем струбцинки на поприклеивал тут сверху будут фанерка здесь к этой теме клеится так сегодня начал шлифовать все это дело так хотя бы прикинуть поел получается положил немножечко в уголку там не срослось пришлось немножко даже подрезать несколько миллиметров вот но и чуть-чуть вот здесь под шлифовал фоксидку потому что она потекает прошла после шлифовки конечно же стало по лучше поверхность такая стал поровнее наверно можно и конечно в идеал все зашлифовать не знаю посмотрю нужно мне это вообще или нет основная сейчас задача покрасить скрытые вот эти полости до которых мне еще потом не добраться будет здесь то еще ладно но в центре конечно же обязательно нужно быть прокрасить вот нужно будет склеить второй поел покрасить его изнутри возможно еще по краям брусочки сделать не знаю может 2 к примеру чтобы наложить сюда эти самые на крышке прогресс пока вот таков также сегодня заказал паруса и мачту как там называется не знаю и натарил красочки уже с колировкой колировку чё-то в те курили одного из их специальных представителей он просил за колировку за литр краски 1400 рублей то есть это дороже чем краска я вообще охренел подобрал подешевле и все же все равно как бы цена за литр 800 рублей за колировку но я что-то думаю что меня немножко напарили цвет ну старался подобрать что-то приближенное к так скажем красному дереву до какой-то вот такой вот цвет у меня получился но посмотрим как то будет его смотреть на такие вот дела тут шлифовать и шлифовать ничего что же делать клеиваем брусочки по контуру вот этого поела там по идее еще будет какой-то балласт утяжеление туда вкладываться и сверху будет пол просто съемный ставится клеевую это все на пур 501 в общем клей не такой прикольный очень быстро отвердеет минут за 20 очень похож на макрофлекс по сути дела потому что вот в тех местах где он вылезает пенится но есть нюанс конечно если он проливается вниз туда его надо все-таки максимально быстро убирать потому что он пористый и в поры будет забиваться водичка с этим начать делать ну что склеиваем шовчики на детальках соответственно выпилены они были в пазик берем стекло волокно и эпоксидную смолу двухкомпонентную все обмазываем зажимаем оставляем на сутки чтобы получилось вот такая вот красота и так вклеиваем в паёвы брусочки для того чтобы потом когда я это дело переверну можно было крышку поставить сверху и опереть на что-то соответственно не хватает немножечко струбцин чтобы сразу приклеить все мед в кусочка как-то это дело делать и кайфовый а кто-то похож на макро флекс эти вот вещи конечно же нужно срезать ну что наносим первый слой грунтовки соответственно мне нужно закрасить вот эти вот полости это полость вот эту полость вот здесь чтобы полочки паёвы так называемые положить сверху и уже там если я их клею раньше у меня просто доступа к этим местам не будет сначала крашу все это дело грунтовочкой специально взял чтобы можно было и по эпоксидке и по дереву кром создать потом еще наверное в один а может в два слоя скорее всего в один слой еще красочкой пройдусь ну вот знаменательный момент можно сказать начало покраски и так первой покрасочные работы сегодня можно сказать завершены немножко закрунтовал те места которые потом будут заклеены и которым не будет доступа соответственно надо будет еще подкрасить все это дело и будет все вообще замечательно